Семейные ценности, спорт и здоровье, наука и культура, благоустройство территории, помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья. В Старомосколе участники грантовой программы «Стальное дерево» представили новые проекты. Программа реализуется при поддержке Столинского ГОКа, входящего в группу компании НЛМК, и благотворительного фонда «Милосердие» – социального партнера НЛМК. Мы бы, конечно, хотели бы создать данное творческое пространство. На очередной этап конкурсной грантовой программы «Стальное дерево» жители Староскольского городского округа направили более полусотни заявок. Победители смогут реализовать свои инициативы в течение полугода, начиная с 1 июня. Максимальный размер гранта – 300 тысяч рублей. В этом году много заявок от центров культурного развития, домов культуры, библиотек, детских садов, школ и даже вузов. Суть проекта заключается в создании очень интересной яркой площадки, которая показывает флуоресцентные свойства минералов. Когда мы зайдем в комнату, выключим свет и включим ультрафиолетовые лампы, то вокруг нас засияют разными красками минералы, которые сейчас просто выглядят как камень. Это очень интересно, это очень ярко, это привлечет внимание молодых ребят, это позволит нам зацепить внимание молодежи, но и более того, для наших студентов по многим специальностям это будет еще и площадкой для изучения, для исследовательских работ. Укладка спецпокрытия на школьной волейбольной площадке, проведение военно-исторической реконструкции, турниров по фехтованию и шахматам, совершенствование подготовки футболистов, закладка аллеи материнской славы, передвижные выставки, организация творческих мастерских, рекреационного пространства. В заявках представлены проекты, посвященные сохранению семейных ценностей, популяризации, здорового образа жизни, организации досуга для детей и людей старшего возраста, условий для интеграции жителей с ограниченными возможностями здоровья. Наш этот класс существует с 2009 года. К сожалению, нам достались тогда компьютеры бэушные, и за эти годы они уже не подлежат ни ремонту, ни восстановлению, то есть они морально-физически устарели, поэтому цель нашего проекта – обновить. Когда обычный человек занимается, там особо большой нагрузки нет, не надо много запоминать. А у нас всё построено на сочетаниях клавиш, на комбинации клавиш, и когда в голове 65 535 комбинаций, это, наверное, немало. Стальное дерево уже четвёртый год помогает староскольцам делать округ лучше. За это время реализованы 34 социально значимые инициативы. В прошлом году на реализацию 15 проектов было направлено более 3,5 миллионов рублей. Я не устаю отмечать, что староскольцы, конечно, молодцы. С каждым годом растёт не только количество проектов, но и качество. И проекты настолько становятся интересные, настолько разнообразные, что с каждым годом нам всё сложнее выбирать. И сегодня перед нами будет стоять очень трудная задача. И муниципальные учреждения, и общественные организации, и просто активные жители. И это очень важно, потому что в этом и состоит цель нашей грантовой программы – объединить усилия, сделать родной город краше, лучше. Победители грантового конкурса «Остальное дерево» определят уже на этой неделе.